здравствуйте дорогие мои это снова канал заметки нумизмата я сергей юрьевич этим роликом мы начинаем интереснейшую тему сибирская монета и так в 1763 году я императорское величество екатерина вторая издала указ о чеканке на сузунском монетном дворе медные монеты обусловлено это было тем что не хватало мелкой разменной монеты для производства расчетов для выплаты зарплаты и прочих нужд медь которая использовалась в сибири и для чеканки сибирской монеты значительно по своему составу отличается от меди который использовался на екатеринбургском и других монетных дворах металл лигатура содержала даже золото а также включалось серебро и другие редкоземельные металлы если вы обратите внимание на цвет монеты то он заметно отличается от обычного цвета монет которые чеканились на екатеринбургском анинском и других монетных дворах у меня в руках находится одна из самых редких монет это 10 копеек 1766 года дело в том что указ был издан в 1763 году в том же 1763 году были изготовлены первые пробные монеты а массовый чекан начался в 1766 году дизайн монеты таков что реверс содержит соболей название номинал который отмечен прописью аверс монеты содержат вензель екатерина второй с правой стороны стилизованный пальмовый венок а с левой стороны лавровый венок но самая интересная особенность монет 1766 года и первую первую половину 1767 года это гурт если прочитать на гурте есть надпись и написано колыванская медь все монеты 1767 года и более поздние на гурте не имеют такой надписи имеют шнуровидный гурт сибирскую монету чеканили с 1763 по 1781 год а начиная с 1781 года монеты сузумского монетного двора стали иметь общегосударственную символику и чеканка сибирская монета была прекращена и так на этом я с вами прощаюсь это был канал заметки нумизмата ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии под этим видео увидимся